В эфире телеканала «Город» информационная программа «День города». В студии Анна Герцовская. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Поездка в Солочу может быть не только долгой, но и нервной. С какими проблемами сталкиваются рязанцы, желающие воспользоваться общественным транспортом? Самые невероятные происшествия на автодорогах региона. Спецтехника пробила кабину грузовика, который ее перевозил. Сыворотка «Правды» для работодателей. Полиграфы все чаще стали использоваться при приеме на работу в гражданской сфере. По кочкам, по кочкам и по болотам в Рязани состоялись экстремальные соревнования кинза-дза. Принятие федеральных законов должно идти на благо обществу. Однако так происходит не всегда. Уже не первую неделю жители региона страдают от неразберихи на автовокзале в торговом городке в Рязани. Ближе к выходным здесь собираются толпы граждан, которым стало трудно уехать в сторону Солочи или Агропустыни, поскольку теперь автобусы отправляются строго по расписанию. Раньше же это происходило по мере наполнения транспортных средств. Граждан не устраивает такая ситуация. Вся эта проблема образовалась в результате вступления в силу федерального закона номер 220. Вспышки недовольства, висящие в воздухе негодование и молчаливое терпение. 6 октября в Рязани вступили в силу изменения движения пригородного транспорта. Их два. Теперь маршрутки ходят по расписанию и билет необходимо приобрести в кассе автовокзала, а не у водителя. Нам просто вернуть прежний уровень. Набралась маршрутка? Уехала. Набралась? Уехала. Эльвира представляет инициативную группу из Солочи. Они уже писали губернатору, президенту и в прокуратуру с просьбой вернуть прежнюю систему. Официальный ответ пока не пришел. Но администрация города уверена, что трудности, с которыми сейчас сталкиваются люди, это временное явление. Я лично наблюдаю за ситуацией. Приезжаю в часы пик на автовокзал. Очередей на вокзале нет. Вся автобусы ходят по расписанию. В зале ожидания можем с вами пройти, посмотреть. Мест хватает. Люди в кассе тоже очереди. Буквально 4-5 человек. Пассажиры имеют другую позицию. Их раздражает расписание. Время отправления транспорта ежедневно корректируется на основе исследований пассажиропотока. Таким образом, прибытие маршрута постоянно смещается от 5 до 15 минут. И предсказать, во сколько ты завтра уедешь с автовокзала, стало даже сложнее, чем раньше. Кассир только вышел. В 8 часов. У меня 3 машины. Мне нужно обилетить 3 машины. Мы выехали, хотя по расписанию 8 часов должен отходить, а выехали мы 20 минут 9-го. Почему сразу не отпустить? Если народу много в час пик, можно же 2 на одно время отправить, чтобы людей посадить. А то, что мы должны сейчас еще 10 минут стоять, пока подадут. Они стоят там, мы стоим здесь. Утвердить итоговую версию расписания обещают до 23 октября. Насколько оно будет соответствовать реальным запросам граждан, покажет время. А пока возникают вопросы по наполняемости транспорта. Даже если в машине есть свободные места, занять их бывает невозможно. По новой системе продажа билетов на маршрутке заканчивается за 5 минут до отправления транспорта. Мы опоздались на 2 минуты. В маршрутке 3 места свободных. Она отъезжает, нам продают на другую маршрутку. Свободные места – проблема не только пассажиров, которые не смогли купить билет. Настоящей головной болью они становятся для водителей. Можно уехать и 5 человек взять, и 3 человека с одним на полкову, по одному даже направляют. Тенденция уже такая идет, что все автобусы идут с загрузкой 95-100%. Мы нашли ту золотую середину, которой пытались к ней прийти. Разница мнений в вопросе об изменении движения пригородного транспорта очевидна. У каждого свое представление о том, как разрешить сложившуюся ситуацию. С одной стороны, нововведения призваны объединить стандарты обслуживания в вопросе перевозки пассажиров. С другой стороны, граждан устраивала старая система. Понадобится время, прежде чем станет понятно, действительно ли новые правила проезда облегчили жизнь рязанцев. На одном из региональных гидроузлов произошел трагический случай. Двое рыбаков оказались бессильны перед водоворотом сброса плотины. Туда затянула резиновую лодку, на которой они находились. Подробнее в следующем материале. Два рыбака утонули в пятницу под Рязанью. Лодку с мужчинами затянуло водоворот на Рязанской плотине на гидроузле Кузьминск. В субботу было найдено тело только одного из погибших. Пресс-службе МЧС сообщили, что второе тело пока не найдено. Мужчина числится пропавшим без вести. Поисковые работы ведутся до настоящего момента. Двумя погибшими гражданами, проживающие в городе Балахово Тульской области. Тело одного из них было извлечено в субботу в 15 часов 20 минут из реки Ака, ниже гидроузла на 800 метров. Тело второго гражданина проводится поисковая операция. Реконструированный гидроузел Кузьминск на реке Аке в Рыбновском районе Рязанской области был введен в эксплуатацию год назад. Рыбалка здесь запрещена. С Рязанского аэродрома несколько сотен российских десантников отправились на учения в Африку. Всего было задействовано 5 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации. Вместе с военнослужащими было доставлено более 100 тонн военного имущества, боевые машины десанта, бронетранспортер, специальная техника, в том числе десантные высокоманевренные мотовездеходы. В ходе антитеррористических учений, которые проводятся с 15 по 26 октября, будет отработано взаимодействие подразделений ВДВ России и парашютно-десантных войск Египта по локализации и уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях пустыни. Для подразделений ВДВ России это одно из первых учений на территории Африканского континента. Прошедшие выходные оказались богатыми на различного рода происшествия. Многие из них покорили интернет. Мы сделали подборку самых обсуждаемых автомобильных недоразумений и аварий, произошедших в нашем регионе. Одно из наиболее странных событий случилось в поселке Строитель в Рязани. Очевидцы запечатлели, как фура, перевозившая спецтехнику, оказалась под ударом собственного груза. Кабину тягача пробил кран, который был установлен на его же прицепе. ДТП произошло в результате резкого торможения грузовика. Спецтехника вылетела по инерции вперед в кабину. Водитель тягача не пострадал. Другой случай коснулся здания администрации города Рязани. В мэрию влетел легковой автомобиль. Произошло это в результате аварии на пересечении улиц Радищева и Свободы. Водитель Рено не уступил дорогу автомобилю «Лада». После столкновения 11-я вылетела на тротуар, затем и врезалась в здание. А участник следующего происшествия оказался настоящим виртуозом. На Первомайском проспекте, на влажном участке дороги, водитель, не избавляя скорости, решил проехать изогнутый участок дороги. Но не вписался. Несколько раз он пытался справиться с заносом, однако в результате машину развернуло на 180 градусов и выкинуло на противоположный тротуар, аккуратно между двумя деревьями. Ну и напоследок это видео. Удивило всех барышня, которая находилась за рулем этого авто. На пересечении Первомайского проспекта и улицы Дзержинского она осознала, что, желая проехать прямо, встала не в свой ряд на перекрестке. Из крайне левого положения девушка начала планомерно смещаться правее. Ее выгнали и из соседнего ряда. Тогда автоледи решила занять крайне правое положение, варьируя под красным сигналом светофора и распугивая всех пешеходов. Еще один случай, заслуживающий общественного внимания, произошел в выходные на Шереметьевском кладбище. Пожилой мужчина устроил там погром. Как выяснилось, задержанный пенсионер ранее был судим. Кстати, на этом же кладбище была похоронена и его жена. 15 надгробий разрушил 74-летний пенсионер. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и насильственные действия сексуального характера. Пенсионер сознался в том, что повредил памятники, но пояснить свои действия не смог, поскольку в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Ну то, что я противоправное действие делал, памятники варял на кладбище. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 244 Уголовного кодекса Российской Федерации. Надругательство над местами захоронения умерших. Проводится расследование. К другим темам. Рязанские работодатели стараются привлечь внимание студентов. Для этого работники лесного хозяйства провели встречу с учащимися старших курсов Рязанского государственного агротехнологического университета. С теми, кто выбрал для себя направление лесного дела. Крупные предприятия уже сейчас готовы оказывать материальную помощь студентам, давать им возможность практиковаться для того, чтобы замотивировать молодых людей на обучение. Программа наставничества в лесной отрасли будет запущена в Рязани впервые. Конкретные действующие предприятия, согласно обговоренным условиям, возьмут шефство над лучшими студентами, отобранными по результатам конкурса. Первое, на что могут рассчитывать такие студенты – финансовая помощь в процессе обучения. Пятерым лучшим уже со второго семестра назначат ежемесячную стипендию в размере 5000 рублей. Но главное даже не это. Участникам программы гарантировано трудоустройство после обучения. Здесь конкретно, конкретное производство, конкретная востребованность вас. Поэтому я надеюсь, что в сегодняшней встрече, вот именно с представителями такой крупной фирмы, не только этой, но и другие, которые Сергей Гивич назвал, они позволят вам получить определенные социальные положения в обществе после окончания вуза и достойно трудиться. Критериями отбора лучших студентов, а значит потенциальных работников лесного хозяйства, будет хорошая успеваемость, посещаемость занятий в вузе и конкурсная работа по разработке проекта лесохозяйственных мероприятий на заданной территории. До окончания первого семестра сотрудники предприятий определятся с подшефными. Врет человек или говорит правду? На этот вопрос однозначно может ответить полиграф. Все чаще руководители гражданских организаций прибегают к его использованию при приеме людей на работу. Раньше это оборудование применялось только в силовых структурах. Но теперь любым работодателям становится мало простого собеседования или хороших рекомендаций с прошлого места работы. Необходимость выявления лжи возникла с того момента, когда человек начал объединяться в сообщество. Первый практический опыт применения инструментов в целях выявления лжи принадлежит известному итальянскому криминалисту Чезаре Ламброзо. В 1881 году при проведении допросов подозреваемых в совершении преступлений он использовал гидросфигмограф, устройство, с помощью которого на диаграмму фиксировались изменения кровяного давления допрашиваемого, что позволяло проводить в дальнейшем их детальный анализ. Современный полиграф регистрирует параметры дыхания, сердечно-сосудистой активности, электрического сопротивления кожи и других физиологических параметров с последующим представлением результатов регистрации параметров в аналоговом или цифровом виде. Здесь у нас какие основные параметры снимаются? Во-первых, это дыхательные, два датчика их, два почему? Потому что кто-то дышит больше животом, кто-то больше дышит грудью, ну и для надежности, то есть они дублируют друг друга, и получаются более надежные данные. В России методом инструментальной детекции лжи с использованием полиграфа занимались в основном в 30-й лаборатории КГБ. К 1979 году в СССР профессионально и официально это могли делать от силы 10 человек. Фундаментальных знаний получить было особенно не у кого, поэтому опыт приобретался методом проб и ошибок. А вот сейчас существуют специальные образовательные программы, по которым обучают будущих специалистов-полиграфологов. Исследование с использованием полиграфа позволяет установить биографические факты, которые имеют значение для принятия решения о назначении на определенную должность или о приеме на службу. Регулярно в Академии ВСИН профподготовку в учебном центре проходят сотрудники уголовно-исполнительной системы, чаще всего кадровые работники. Работа с полиграфом возникла в Академии в связи с тем, что сегодня проводятся психофизиологические исследования практически во всех силовых структурах. В том числе и коммерческие структуры проводят психофизиологические исследования своих сотрудников, например, при приеме на работу, если это требуется. С недавних пор обучаться работе с полиграфом здесь набирают и сотрудников других ведомств, полиции и следственного комитета. Процесс подбора сотрудников в эти ведомства особенно тщателен, в связи с чем существует необходимость готовить кадровиков, умеющих применять в работе детектор лжи. В прошедшие выходные водители экстремалы могли погрузиться в любимую атмосферу грязи, опасности, болот, дикой природы. В Рязанском регионе прошли соревнования Кинзадза. Участники должны были преодолеть около 100 километров на автомобилях или квадроциклах по абсолютному бездорожью. Организаторы соревнований постарались, чтобы трасса вызвала как можно больше эмоций у зрителей и самих участников. Участникам соревнований нужно было найти от 30 до 40 точек. Вот таких маленьких табличек, каждая со своим номером. Перед стартом им были выданы географические координаты, каждый из них. В команду входило по два человека. На автомобиле это водители штурман, а квадроциклы выступали парой. Было задействовано два водителя. Найдя табличку с помощью GPS-технологии, участники должны были максимально приблизиться к ней на технике и сфотографироваться для отчета. У всех была своя тактика, команды разъезжались в разные стороны. Гонка началась в 10 утра и для многих завершилась только в 7 часов вечера. Помимо табличек, для победы нужно было выполнить еще и обязательные задания. Поскольку гонка называлась «Кинзадза», они должны были найти луц-колонку, на которую получить отметку. Найти им там вручали луц. Это, если знаете, отвратительное, плохо пахнущее топливо. И на второй контрольной точке они должны были проехать спецучасток. Им тоже там давали отметку, так называемую делали гравитсапу. И в этом году мы им еще добавили из кинофильма «Гости из будущего». Миолофон они должны были найти в лесу. Соревнования проходили в диких условиях. Если под колесами не болото, то грязь. Ровных участков практически не было. Некоторая техника ушла почти полностью в болото. Но участники умудрялись ее вытаскивать. Рязанец, занявший призовое место в заезде на квадроциклах, рассказал, что его в этой гонке привлекает единение с природой. Болотова написал следующими словами. Оно доброе. Доброе и хочет оставить нас у себя. Больше никак не могу описать. Мы в специальном обландировании, которое защищает нас от переменной температуры. Экипировка не дает воде пробраться к телу, так что гонщикам комфортно. Они не отвлекаются на неудобства, а наслаждаются экстримом. Абстрагируешься от реального мира и есть туннель. Мы едем туда, выполняя поставленную задачу. Победителями всех заездов стали приглашенные из других городов команды. Из Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга. Они быстрее всех собрали необходимые точки. Рязанцы смогли завоевать призовые места. Всего в гонке участвовало порядка ста команд. Подобные соревнования проходят в нашем регионе два раза в год. Следующие состоятся в апреле. И организаторы вновь постараются подлить масло в огонь. Создать такие траектории движения, чтобы участники устроили себе полную перезагрузку. На данный момент это все новости, которые мы для вас приготовили. Много другой интересной информации вы можете получить на нашем официальном сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь и желаю вам отличного настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин